Ну что, всем привет, ребята, давайте маленький чё почём. 15 августа, в общем, погнали. В стиме раздают на халяву дополнение DLC к игре Minion Master. Это, знаете, что-то такое типа Clash of Kings, или как там на мобилке игра называлась, где выставляешь карточки, и как бы они идут нападать на вражескую башню. В общем, здесь то же самое, только вот большая клиентская игра. В принципе, может быть кому-то интересна. Я так понимаю, раздают DLC бесплатно, в котором просто дадут пару паков всякого барахла. Думаю, тем, кому такие игры интересны, вот, наверное, самый вообще момент начать в эту игру попробовать поиграть, потому что на халяву дают какой-то пак с DLC, который стоит 13 евро обычно. Ну и плюс сама игра бесплатная, но, я так понимаю, всё завязано на паках. С другой стороны, там регулярно раздают всякую халяву. Мне на почту спамят периодически. И в стиме ещё есть немножко скидок на старьё, немножко скидок на всякие инди-проекты. Ну, а по-серьёзки, тут не так много чего интересного. Просто потому, что в стиме нужно, как всегда, рыться. Супер громких тайтлов не раздают. Единственное, что, по-моему, раздают Dirt 4 с большой скидкой, вот, по-моему, да, 80%. Плюс ещё можно забрать Dirt Bundle. Ну, кому это надо, я не знаю, конечно. Ну, вот, в общем-то, может быть. Ну, и тут, конечно, Codemasters Complete Collection можно забрать. Всего-то 500 евро обойдётся в 400. 27% скидка. В общем, в стиме всё как всегда. Нужно тупо рыться, тупо искать, что к чему. В то же время Epic Games Store сегодня начал раздачу двух игр. Это довольно такая интересная индия-игрулька, которая называется Hyper Light Drifter. То есть довольно приятная, атмосферная индюшатина. В общем-то, я, в принципе, хотел как раз-таки попробовать, потому что в своё время я о ней слышал, и она мне вроде как приглянулась. И, конечно же, есть ещё замечательный Mutant Year Zero Road to Eden. Это пошаговая RPG, в общем-то, и достаточно тоже такая интересная. Это больше для любителей старых Fallout'ов, Jagged Alliance'ов и вот этой вот всей истории. В общем, эпики раздают халяву. Да, ничего сверхнового. Давайте посмотрим, что там у наших друзей в интернете. Humble Bundle запустил огромную распродажу японщине. Тут куча всякой японской лабуды. Можно поискать, можно посмотреть. Из бандлов, как видите, тоже ничего интересного. Есть настолки, есть книги. Из игровых бандлов вот такая вот история, где нам продают DayZ, Armour, Carrier Commander. В общем, вот такие вот странные игрульки. Не знаю, надо ли это кому-то. Ну и, конечно же, DayZ дают, если ты просто за 30 долларов покупаешь, тебе там дают целую кучу всего. Но тут только японщину купить или просто пробежаться в магазине по скидкам тоже нужно искать. А тоже нужно как бы выбирать самостоятельно. Возможно, что-то для себя подыщите. Но не факт. На IndieGal'е все по-старому. Сейчас Hitman Game of the Year Edition раздают просто за халяву. Если вдруг кому-то нужен был Hitman, и он ждал подходящего момента, вот тот самый момент, когда 85% скидка. Отдельно, кстати, они выделили Adult Games. Games для взрослых. Ну, Metal Gear сейчас везде со скидкой. BattleTech. В общем, тут тоже есть из чего повыбирать. Вот Castlevania. Вторая вышла, Crusader Skin, Strange of Wonders. Ну, короче говоря, выбрать есть из чего, нужно идти и смотреть. По бандлам тут тоже так, ничего сверхинтересного. Есть Хентай, как обычно. Есть вот Тропика можно забрать по дешевке. И вот новый бандл подъехал. Тут тоже какая-то японщина. Зато много трендит карточек. То есть карточек довольно много будет. Если вдруг кому-то это интересно. Ну, я так понимаю, это, опять же, какие-то просто такие легкие игрушки. Ничего интересного, разумеется. В бесплатных играх там, как всегда, есть чего повыбирать. Очень даже много чего есть повыбирать. Наши друзья-разработчики раздают на халяву. Всякое разное. А в GOG.com идет пара распродаж. Ничего интересного, по сути, нет. Escapist зато есть. Тут со всякими DLC можно забрать довольно дешево. Ну, а в остальном там всякие Jacket Alliance и прочее, прочее, прочее. Это распродажа всякого разного. Там червячки, Overcooked и, короче, всякая другая ерунда. Да, также на GOG сейчас еще идет распродажа кого-то из разработчиков. Вот эта вот штука. Не знаю, кто такие. Тут тоже всякая ерунда от DoorKickers, Frozen Cortex. По сути, я ни одного тайтла знакомого тут даже не заметил. И что-то мне подсказывает, что подобные игры не всем будут интересны. Но если вдруг на GOG тоже можно что-то поискать, где-то пошуршать и, возможно, что-то найти. Ну, а на этом все. Коротенький, че почем. Вот такая вот история на момент 15-го числа. Думаю, ближайшие три дня ситуация сильно не изменится. Но, в общем, бежим, смотрим, выбираем. Забираем халяву, кому она нужна на Эпике. Забираем халяву по Minion Masters в Стиме. Если вдруг такого жанра игры интересны. Ну, а на этом все. Не забыть перейти в группу. Там пост с вопросом, во что поиграть на стримах после того, как мы закончим Red Aller 2. Потому что там осталось совсем чуть-чуть. Ну, и подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Пишите комментарии и прочие-прочие вещи. Ну, а на этом все. Пока-пока. Ну, и скоро. Увидимся.